Служение Дерека Принца Сокровище Господа. Страх Господень. Часть первая. Сегодня утром с рассветом я узнал, что брат Эд Коул, чьи проповеди я с удовольствием слушал в последние два вечера, сделал следующий комментарий прямо в конце проповеди «Сегодня утром». Он сказал, «То, в чем больше всего нуждается этот народ, в чем больше всего нуждаются наши семьи, — это страх Господень». Я рад сообщить вам, что это название моей проповеди «Сегодня страх Господень». Я решил говорить об этом за несколько дней до того, как услышал послание брата Эда Коула. Я очень рад чувствовать, что мы следуем за тем, о чем Господь хочет нам сказать. Когда я говорю «Страх Господень», некоторых из вас слово «страх» отталкивает. «Мне не нравится страх, я не хочу слушать эту проповедь, она не благословит меня», — думаете вы. И вы так или иначе решаете игнорировать это послание. Вы можете так сделать, но это большая ошибка, потому что вы не понимаете до конца, чего вы лишаетесь, если вы реагируете так на слово о страхе Господнем. В Исаии 33 главе в 6 стихе сказано «Страх Господень будет сокровищем Твоим». Страх Господень будет Твоим сокровищем. Поэтому не следует пренебрегать страхом Господнем или бояться Его. Это сокровище Бога, которым Он делится со Своим народом. Пожалуйста, давайте попробуем относиться к Нему именно так, начиная с нашей сегодняшней встречи и послания. Я не пытаюсь предостеречь вас или переспорить. Я просто хочу рассказать вам о сокровище Господа, которым Он делится со Своим народом. Многие ли из вас знают, ну или знали, о том, что такой стих есть в Библии? Всего несколько слов, но очень важных. «Страх Господень — это Его сокровище». Это несколько слов из 6 стиха 33 главы книги Исаии. «Страх Господень — это Его сокровище». Я задался вопросом, почему этот драгоценный камень, истинное, оказался именно в конце стиха. И пришел к следующему выводу. Господь хочет, чтобы мы искали истину. Иисус заповедал нам исследовать Писание, потому что в нем говорится о нашем Господе. «Хочу спросить у вас сегодня, а тщательно ли вы изучаете Писание? Действительно ли вы обращаетесь к Писанию в старательном поиске истины? Ищете ли вы в нем ответы на все свои вопросы и нужды? Видите ли, многие люди боятся того, что Бог может им сказать сегодня. Это катастрофа». Иисус говорил, «Читайте Писание так, чтобы искать истину. Если вы этого не делаете, это не послушание Богу». Я следую за Христом уже более 58 лет. Представьте себе. И думаю, за это время я читал Библию целиком не менее, чем два раза каждый год. Поэтому получается, что я прочитал Библию где-то 116 раз. На многие отрывки я перечитывал по тысяче раз. Я искал истину в Писании. И удивляюсь, когда иногда встречаю христиан, которые мало времени уделяют чтению Библии. Даже 10 или 15 минут в день им кажется много. Это ваша беда, потому что вы лишаете себя чего-то поистине драгоценного. Это что-то могло бы принести вам настоящее благословение. Я думаю, что многие из тех, кто отказывается посвящать время чтению Библии, страдают от духовной болезни. Я расскажу вам о ней. Я называю это духовной ленью. Я назвал ее так, потому что эти люди проявляют лень только в этой сфере. Они могут прекрасно справляться на работе или быть замечательными домохозяйками, которые прекрасно готовят, и на кухне у них ни одного пятнушка. Они могут хорошо зарабатывать и иметь самые престижные профессии. Они могут проявлять трудолюбие во всех сферах, кроме одной, а именно в чтении Библии. Я думаю, многие из собравшихся здесь могут целый час провести у телевизора и не видят в этом ничего зазорного. Но если бы хотя один час они тратили на изучение Библии, это было бы реальным подвигом. Видите, это неестественно, когда человек ленится только в одной какой-то сфере, а в остальных у него все нормально. Это духовная лень, и у нее есть духовная причина. И причина — это козни сатаны, которые хотят удержать вас подальше от того, что может действительно помочь вам в вашей жизни так, как ничто другое. Хотел кое-что узнать у вас. И не буду просить поднимать руку, но если мои слова подходят к вам, и вы, может быть, скажете, «Да, брат Дерек, я сам по себе не ленивый человек, тружусь на работе, я на хорошем счету, но в одной области я действительно ленюсь, не могу читать Библию». Если это про вас, то, прошу вас, покайтесь прямо сейчас. Прежде чем дальше слушать проповедь, скажите Господу, «Прости меня». Я дал сатане обмануть себя. Он увел меня от самого важного, заставил меня поверить в ложь о том, что Библия — скучная или сложная книга, но это не так. Это послание жизни и послание любви. Только через Библию мы узнаем о том, какой невероятной любовью любит нас Бог. Если вы отказываете себе в чтении слова или уделяете ему всего несколько минут, вы лишаете себя откровения о прекрасной Божьей любви к вам. Не делайте так. Не будьте духовным лентяем. Не позволяйте себе болеть этой духовной ленью. Еще раз повторюсь, вы можете быть трудолюбивым и успешным в любой другой сфере жизни, но когда дело доходит до чтения Библии, вы — пас. Это не естественное положение вещей. Это связано с духовными понятиями. За всем этим стоят козни сатаны, которые пытаются обманным путем лишить вас наследия в Господе. Поэтому если это описание относится к вам, вам нужно покаяться. Сейчас я хотел бы вернуться к теме послания. Сегодня это страх Господень. Многие христиане могут подумать, что это было Ветхом Завете, когда люди были под законом, а сейчас нам страх Господень уже не нужен. Он устарел. Это совершенно неверно и противоречит Библии. Сейчас мы посмотрим на несколько мест в Библии, которые говорят нам о страхе Господнем. И начнем с 19-го псалма, 10-го стиха. Страх Господень чист, пребывает вовеки. Поэтому нет такого времени, для которого страх Господень был бы неактуален. Он пребывает вовек. Далее притча, 23-я глава, 17-й стих. Автор наставляет нас. «Да пребудет сердце твое во все дни в страхе Господнем». Страх Господень навеки и на все дни жизни. Так что нет такого времени в вашей жизни, когда страх Господень оказался бы ненужным. У многих людей очень негативное представление о страхе Господнем. Прежде всего, хочу сказать вам, чем страх Господень не является. Во-первых, это не естественный страх. Это не такой страх, который вы испытываете, например, в машине, когда попадаете в аварию. Во-вторых, это не демонический страх. Есть нечистый дух страха бес. Я сталкивался с сотнями людей, которые нуждались в освобождении от этого духа. Это не то, о чем мы сейчас говорим. Во втором послании Тимофею Павел говорит, что Бог не дал нам духа боязни, Он не дал нам демона. А в первом послании Иоанна говорится, «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви. Это не тот страх, о котором говорим мы. Мучительный страх от дьявола. Для него нет места в жизни христианина, но некоторые из вас все же страдают от него. Самое лучшее лекарство от этого мучительного страха — это истинный страх Господень. И также страх Господень не является страхом перед людьми. Наоборот, Он освобождает нас от страха перед людьми. Он помогает нам выражать уважение и воздавать честь Господу. Я предлагаю вам следующее определение из нескольких слов, что же такое страх Господень. Ни одно из них, однако, полностью не раскрывает всю сложность этого духовного понятия. Это страх особенного рода. Иногда очень сильный страх. Например, когда Моисей столкнулся со славой Божией и услышал голос Господа на горе Синай, вот что Он сказал. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». В трепете. Моисей был так же близок Господу, как и многие из нас. Я думаю, на самом деле даже ближе. Когда он столкнулся с откровением о Божьем величии и славе, то сказал, «Я в страхе и трепете». Если, как мы читаем, Моисей был в трепете, значит, так же отреагировали бы и мы. Я думаю, что нам всем необходимо более четкое представление о величии, могуществе и силе Божией. Я бы сказал, что наиболее подходящее слово здесь — это трепет, благоговение. В английском языке от этих слов также происходит слово «потрясающий». У него есть некая религиозная коннотация. Оно выражает нашу реакцию на величие и могущество, на святость. Еще одно слово — это «почтение». Кажется, это слово изменило значение. Помню, как еще мальчишка я ходил в англиканскую церковь, и когда мы заходили внутрь церкви, мы меняли свое поведение. Мы шли очень медленно и осторожно, разговаривали, понизив голос, и стояли в скованных позах. Мы думали, что так выражаем почтение. Это рабская зависимость, но никак не почтение. Почтение — это ответ на откровение Божие. Невозможно иметь только почтение, если нет откровения. Когда Господь открывает себя, я думаю, что единственный приемлемый ответ — это почтение. Еще одно слово — это смирение. Смиренное отношение к Господу — это проявление страха Господня в наших жизнях. Если мы непочтительны, высокомерны, самодостаточны, сами превозносим себя, а таких людей очень много, так вот, знаете, все это никакого отношения к страху Господнему не имеет. В человеке, который ведет себя так, страха Господня нет. Еще одна удивительная вещь, которую открывает нам Писание, это понимание, что в определенном смысле то, чего вы боитесь, является вашим Богом. В 31 главе книги Бытия Иаков разговаривает со своим дядей Лаваном. Он говорит, «Ты нечестно поступал со мной, но Бог вступился за меня». Там написано, «Если бы не был со мною Бог Отца Моего, Бог Авраама, и страх Исаака, ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера». Он называет Бога, Богом Авраама, и также говорит о страхе Исаака. Другими словами, Исаак боялся истинного Бога. В конце этой же главы, в 53 стихе, Иаков говорит, «Бог Авраамов и Бог Нахоров досудят между нами». Бог Отца их. Иаков поклялся страхом Отца своего Исаака. Итак, тот, кого боялся Исаак, и был его Богом, то, чего вы боитесь, является вашим Богом. Если вы боитесь мнения людей, это ваш Бог. Если вы боитесь бедности, это ваш Бог. Если вы боитесь болезни, тогда это ваш Бог. То, чего вы боитесь, для вас является Богом. А боитесь ли вы Господа? Является ли Он вашим Богом? Очень интересно посмотреть на страх Божий в жизни Иисуса. Иисус был единственным возлюбленным Сыном Божиим, который угождал Господу всю свою жизнь. Когда пророк Исаия говорит о помазании Святого Духа, которое укажет на Мессию, на помазанника, которого Израиль ожидал, он описывает семь отдельных аспектов помазания, которое будет на Иисусе. Об этом можно прочитать у Исаии в 11 главе, начиная с первого стиха. «Произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет от корня его». Это о Мессии, потомке Давида. Итак, это опознавательный знак для Мессии, Сына Божьего. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия и страхом Господнем исполнится». Это семь аспектов проявления Духа Святого. В Откровении говорится о семи Духах Божьих, о семи огненных лампах, горящих перед троном. Во-первых, это Дух Господень. Это Дух, одна из апостасей Божьих. Например, в Деяниях, 13 главе, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Дух Святой обращается от первого лица, как Господь. Это один из аспектов Святого Духа. Далее идет Дух премудрости и Дух разума. Дух совета, Дух крепости, Дух ведения и Дух страха Господнем. Итак, последнее проявление Духа, которое должно было выделить Иисуса как Мессию и возлюбленного Сына Божьего, это именно страх Господень. И в следующем стихе мы читаем, «И страхом Господнем исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Иисус был выделен как Мессия по семикратному помазанию Духа Святого. И этот седьмой аспект — это страх Господень. Также написано, «И страхом Господнем исполнится». Так что, дорогие братья и сестры, если так сказано об Иисусе, безусловно, это касается и нас с вами. Иисус, возлюбленный Божий Сын, Мессия и Спаситель, Он был исполнен страхом Господнем, то как мы можем говорить, что нам страх Господень не нужен? Это ужасно, если мы так думаем. Также я хотел бы поговорить об условиях, выполняя которые, мы обретем страх Господень. Ненадолго остановимся на них. Давайте посмотрим Псалом 33. Тут сказано, «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Я думаю, это обращение Святого Духа к нам. Страху Господнему нужно научиться. Если мы слушаем Духа Святого, то Он научит нас. Если не слушаем, то не научит. Послушайте меня. Страху Господню научу вас. И далее описывается то, какими людьми мы должны быть, чтобы пребывать в страхе Господнем. Далее мы читаем. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Чем, во-первых, выделяется человек, у которого есть страх Господень? Как это проявляется прежде всего в том, как он говорит. Через то, как мы используем свой язык. Дорогие братья и сестры, остановитесь на минутку и проверьте себя. То, как вы говорите, используете свой язык, говорит ли это о страхе Господнем в вашей жизни? Или временами вы говорите надменно и самопревозноситесь? Или боитесь чего-то? Быть может, раздражены, нетерпеливы, не желаете принимать обличение? Это не страх Господень. И еще одна мысль, которая затронула меня. Мы должны выбирать страх Господень. В первой главе книги «Притч» Бог обращается к людям, которые отвергли Его. Он говорит очень неприятные слова. Иногда мы даже не осознаем, насколько серьезно то, что Господь говорит. Иногда у нас в голове застревает картинка такого добренького, вежливого, пожилого джентльмена, который никогда не говорит ничего трудного, сложного или неприятного для нас. Он всегда обнимает нас, но это не Бог. Итак, в притчах 1 главе, 25 стихе, Бог говорит, «И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня». Нам нужно выбирать страх Господень. Если вы не выберете страх Господень, Бог не отменит свой суд в вашей жизни. В притчах 1 главе, 7 стихе, написано «Начало мудрости, страх Господень». Глупцы только презирают мудрость и наставление. Если мы с презрением относимся к страху Господню, мы показываем свою глупость. В 3 главе сказано «Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся зла». Невозможно допускать зло в своей жизни и бояться Господа. Иными словами, если вы хотите, чтобы в вашей жизни был страх Господень, вам нужно удаляться от зла. И также нам не следует придерживаться своей собственной мудрости. Если вы самоуверены или высокомерны, думаете, что знаете ответы на все вопросы, «Место для страха Господня в вашей жизни просто не остается». И также мы читаем «Удаляйся зла». Невозможно совместить зло и страх Господень. Нам нужно сделать выбор, чему из них давать место в своей жизни — страху Господню или злу, то есть греху. Ну и еще одна вещь, которую я особенно люблю. Я люблю тему страха Господня практически с самого начала, когда я уверовал. Не могу не радоваться, читая эти стихи. И давайте вместе посмотрим их, что говорит Писание о том, что страх Господень может сделать в нашей жизни, начиная с книги Иова 28 главы. «И сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость, а также удаление от зла есть разум». Истинная мудрость неотделима от страха Господня. У нас есть представление о мудрости как о чем-то интеллектуальном. Мудрый человек — это значит умный человек. Но это не так. Просто острый ум вполне может сочетаться со злом. А страх Господень никак не может сочетаться со злом. Нам следует выбирать либо одно, либо другое. Давайте посмотрим также 24-й Псалом, 12-й стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать». Понимаете, Бог учит не всякого. И Он не выбирает себе учеников на основании экзаменов. Он выбирает учеников, основываясь на их характере. Бог не будет учить тех, у кого нет страха Господня. Вы можете ходить в библейскую школу, в самый лучший учебный центр, но вы не можете быть учеником Господа, не имея страха Господня. Вы можете стать учеником каких-либо людей, но не Господа. И далее, в том же Псалме, мы читаем «Тайна Господня, боящимся Его». «И завет свой Он открывает им». Разве это не великолепно? Если у вас есть страх Господень, Бог откроет вам свои тайны. «Никто не делится своими тайнами с врагами. Вы делитесь ими с кем-то, кому вы доверяете». Не так ли? Бог говорит, «Если в жизни вашей есть страх Господень, я поделюсь с вами своими тайнами». И далее я покажу вам мой завет. Вы знаете, одна из самых важных истин в Библии — «это истина о завете». Вся Библия говорит о завете. Есть Ветхий Завет, Новый Завет. Эта тема проходит через все Писание, но только те, у кого есть страх Господень, понимают завет. Вот почему в церкви так много тех, кто нарушает завет. Поэтому многие нарушают и завет брака. Потому что у этих людей нет страха Господня. Страх Господень — это совершенно необходимый аспект для успешного и счастливого брака. Без него брак не будет таким, каким он должен быть, каким он был задуман. Несколько лет назад у меня случился интересный разговор с одним мужчиной и его женой. Он был одним из лидеров Евангельской церкви в США. Они с женой очень честно делились о проблемах, которые возникают у них в браке. И однажды вечером между ними произошла настоящая ссора. Он, потрясая пальцем перед ней, говорил, «Ты должна подчиниться». А она отвечала, «Не вижу причин делать это. Твои решения очень глупые». А ссора все разгоралась. Но затем они вспомнили, что они христиане, но ведут себя не как христиане. Они сели на колени рядом с кроватью и стали искать Господа. Жена рассказала, что в тот момент почувствовала, как будто холодный ветер пронесся по спальне и услышала слова, «Подчиняйтесь один другому в страхе Господнем». Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады!